МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Толярадо компании Гомелю, студия працует Маргарита Котова. Сегодня в Беларуси проходят выборы депутатов Палаты проставников национального схода Республики Беларусь. На Гомельшине на 17 мест в парламенте претендуют 72 кандидаты. Сгодно с информацией областной выборской комиссии с уликом детерминового голосования, по стане на 10 годин ранницы в регионе свой выбор зарабили 461 тысяча человек и 42,7% унесенных у список для голосования. За ходом выборской кампании назирали наши корреспонденты. 8 годин ранницы, участок для голосования номер 19 Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Первый сюда приходит старшиня областного совета депутатов Косярына Зянкевич. Кажет, что не глядяши на выходный день, у ЯЕ шмат справ, а тому удел в выборах вырешила принять с самой ранницы. Як депутат, я надобро ведая, у яким напряженном ритме придется працаваць парламентариям 7-го скликання. Заходящий с гэтага и робець выбор. Это каждодневный труд без выходных, без отпуска, когда решаются судьбы наших людей, нашей страны. Естественно, на уровне палаты представителей принимаются ряд законодательств, которые сегодня улучшают жизнь нашего населения. Сгодно с дадзинами Центрвыбаркама на Гомельшине удел у детерминовом голосовании приняли амаль 40% выборщиков. Это самый высокий показчик сярод региону Беларуси. Старшиня Гомельска Агарвыканкама Петр Кириченко на участок для голосования приходит сегодня. Прозвища претендента, за якого отдав голос, не называя, а ли запылнювая, что это саправды достойный человек. После чего узгадывая свои самые первые выборы. Это было очень давно. Я не помню, как это было в деталях, но помню, что мне тогда, что очень запомнилось, вручили книгу, потому что я впервые голосовал, и всем тем, кто голосовал впервые, вручались какие-то маленькие сувениры. Мне досталась книга. Ну, вообще, я считаю, это, безусловно, очень важное политическое мероприятие, ответственное мероприятие, потому что мы избираем своих представителей высшей законодательной органы страны. Они будут представлять интересы гомельчан. И, конечно, как и все, я сегодня пришел, чтобы выбрать наиболее достойного. Старшиня Абелликанкама Геннадь Соловей голосует на участку номер 17 Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Предъявление членам комиссии пашпорта и отримания бюлетеня, у которого внесены шесть прозвища у кандидатов, у депутаты Палаты представников Национального Схода Украины. Просхвилину бюлетень опускается у урну для голосования. Я голосую за баланс стабильности и прогресса, за мудрость профессионалов, за их результаты, коллективы, предприятий. За последние 25 лет наше государство, стабильно развивается наша экономика, стабильно развивается государство. И как реальному сектору экономики выделяется внимание так и социальному направлению. В Гомельской области есть свои бренды, это бренд наведения прядка на земле. Уже 12 наш городов обустроено, и тогда она работа продолжается. Это уже традиция. Старшиня облывыконками веншует молодых людей, которые в первую очередь приняли удел в выборах. За оружием подарунков, среди которых новое выдание об Гомельской области. Про несколько минут Геннадь Соловей знакомится с научными распроцовками молодых ученых. Особливая увага проекту «Хутор Мебиуса». В минулом месяце этот проект занял другое место на пятом международном конкурсе «Интернет Плюс», який проходил в Китае. По успеху тем более значен, что в делу конкурсе приняли 4,5 миллиона студентов со 124 краин цвета. Керовник проекта Алексей Зайцев рассказывает об тем, где и как может выкаристоваться эта распроцовка. Данное устройство облегчит жизнь фермеров и работников сельского хозяйства, так как установленные метеостанции смогут в любое время пересылать данные о параметрах почвы, о метеоактивности. И мы будем знать, какая сейчас погода на поле, либо на даче, и нужно ли поливать, либо собирать урожай. Также данная система поможет нам автоматизировать процессы. Это процессы полива, кондиционирование воздуха, если это касается вопроса теплицы. Ход выборов на всех участках подпильный увагой надзиральников, международных и внутренних. Опошни представляют как политические партии, так и громадские организации. Пришим, шмат, кто на участках, находится еще с початку детерминового голосования. Присутствовала каждый день на досрочном голосовании, поэтому наблюдала за процессом хода голосования. Хочу сказать, что на этом участке никаких замечаний я не могу выявить. Процесс голосования проходил в рамках законодательства Республики Беларусь. Хорошо был организован. Доброжелательная, компетентная комиссия, которая занималась организацией этих выборов. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио «Компания Гомель». Одной из первых на свой выборший участок номер 16, размешанный у 27-й Гомельской школы, отдать свой голос за кандидата пришла Галина Паулянок. Народная артистка Республики Беларусь, лауреат премии президента за духовное одражение до поступления в Музычное училище училась в этой установе. Галина Паулянок каже, что опошние 20 годов живи неподалеку и завсёды приходится на выборы разных узровнев. Приемно, что минавито в свою родную школу, с которой связано столько радостных вспоминок детства. Для руководства установы визит ведомой гомельской артистки – так само гонор. Как невеликий знак удяшности – оригинальная кветковая композиция. Подчас интервью размова об том, что кожный человек повинен иметь стрывалую громадянскую позицию. Так само Галина Паулянок жадает достойным кандидатам перемоги и удачи в праце для корысти краины и кожного ее громадянина. Мы надеемся, что наши кандидаты в депутаты будут очень хорошо работать в плане обновления чего-то, вносить что-то новое, полезное для нашей страны, для людей. На выборших участках сегодня все по-святочному. Для доброго настроя музыка и гандаль с минимальными наценками. Для корысти – консультации юристов и медиков. В фойе колледжа Мастатства у меня Соколовска гучать музычные аккорды. Виртуозное выполнение примушает спиниться, послухать. Те часто люди, которые привыкли жить в худшем темпе с ужасного життя, могут позволить себе такую роскошу – гуки рояля. Сегодня это доступно каждому. В концертной зале колледжа так само концерт. Приемно радует не только духовный пожиток. На выходе в установе разгорнулся гандаль с усяго 5% надбавкой. Тут же и дегустация двутворцев Харшовой Галины. В Доме профсоюза у кафе так само на день переутворили у буфет. А кроме кондитерских выработок, тут у великим ассортименте готовые стравы. Рулеты из рыбы, смаженки и шматы инших присмаков. Очень хорошо. Вот целый пакет и булочки, и колбаска. И все очень-все хорошо. А цены? Приемлемые. У залах, где проходят выборы, особная зона отведена для консультантов, юристов, работников страховых компаний и медиков. Парады от специалистов можно отримать до 8-ми годин вечера, поколь будет должиться голосование. И на этом поколюсе протягивайте сашисть за падениями разом с нами. Наступный выпуск новинок глядите у 16 годин на телеканале Беларусь Шатыры Гомель.